Волшебный мир синема и его эпохи То, что было совсем недавно, первые видеомагнитофоны и кинопроекторы и то, с чего все начиналось Первое хоум-видео в мире, а Гюст Люмьер кормит свою дочь Кстати, до Курска изобретение знаменитых французов добралось в 1897 году В городском театре прошел первый киносеанс, и газеты кричали, синематограф приехал Снимались тогда ленты вот на такие камеры, вес вместе со штативом 80 килограммов Во всех смыслах мощная техника, киносъемочный аппарат Супер Парва, которому лет сто от родов, не меньше Именно на такие камеры снимал свои шедевры Сергей Эйзенштейн Томный взгляд, печальные ланиты Это Ольга Морен в девичестве Белова, курская актриса, уехавшая в 1917-м на гастроли за границу Там она вышла замуж и принялась покорять голливудские холмы Главных ролей не было, но без работы не сидела В музее хранятся фотографии кинопроп американского фильма «Казаки» 1928 года Интересно, что в этой витрине представлены личные вещи Ольги Морен Два двера, бальные перчатки, театральная зрительная труба, крючок для шнуров и корсета Рядом с госпожой Морен фотографии ее земляков Николай Волков, профессор в сказке «12 месяцев», сказочник «Валых парусах» и, конечно, старик Хатабыч Оказывается, родился в Абаяне, из села Озерки И Николай Сергеев, деливший кадры с Нонной Мурдюковой и с Владимиром Высоцким Крепостная актриса, воскресенье, вечный зов В этих фильмах тоже снималась наша землячка Тамара Семина, уроженка Льгова Отдельный стенд посвящен Борису Дежкину В Москве живет два мультипликатора, с которыми были установлены связи И некоторые предметы, которые остались после Бориса Петровича, она отдала в наш музей Он является создателем таких культфильмов нашего детства, как «Шайба-шайба», «Метеор на ринге», «Футбольные звезды» и многие другие Кино – это магия, мистика Узнать некоторые тайны можно, придя в музей Юлия Матвеева, Сергей Дорохов, Телеканал СЕИМ